Это то, что останется нашим детям и нашим внукам. Цените! Это наша история. Это наше наследие. Год 1956, более полувека назад, в Кыргызстане начинается строительство Великого Кыргызского тракта. Именно так тогда называли будущую автодорогу Фрунзе-Ош. Десятки тысяч рабочих, саперов, бульдозеристов пробивали главную трассу республики через труднодоступные горы, прокладывали мосты, взрывали гранитные скалы. Работа шла под постоянным личным контролем выдающегося руководителя республики Исхака Розакова. Первый секретарь ЦК хорошо понимал, без этой дороги нет будущего у Кыргызстана. На перевале Туашу пробили трехкилометровый тоннель, работали над ним строители московского метрополитена. Спустя 11 лет дорога Фрунзе-Ош сдана в эксплуатацию. Две части страны, разделенные неприступным ферганским хребтом, усилиями Розакова соединились артерией Великого Кыргызского тракта. Розаков отправлен в отставку в 1961 году. Его обвиняли в коррупции, в буржуазном национализме, системных недостатках в работе. От него отвернулись даже близкие друзья. Он умер в Москве, забытый всеми. Сегодня его имя олицетворение честности и неподкупности. Если ты будешь чист, если я буду чист, то и общество будет чистым. Исхак Розаков Дорога Бишкек-Ош уже свыше полувека служит народу Кыргызстана. Это то, что останется нашим детям и нашим внукам. Цените! Это наша история. Это наше наследие.